Прежде всего, явно негативный импульс для ВВП. Очевидно, что тот рост, в который не все, и я лично не очень верил, в 3% ВВП в этом году, скорее всего, будет находиться либо в нулевой зоне, либо покажет отрицательный рост, колоссальный вызов. Второй большой вызов – это так называемый двойной хук, который получит гривна из-за того, что говорят правильно. С одной стороны, мы брали металлургию, которая шла у нас на экспорт, сразу минус к нашему торговому балансу. Параллельно с этим деньги, которые мы тратили гривну на покупку угля с той территории, мы вынуждены будем тратить на реальный импорт. Это вот этот второй хук. Но тратить мы уже будем не гривну, а доллар. Будем тратить доллары, торговый дефицит расширяется, расширение торгового дефицита в любой стране вызывает дополнительную серьезную девальвационную нагрузку. Очевидно, что курс на уровне даже 30 будет сохранять крайне сложно. Даже на уровне 30 сложно? Очень сложно. Так что, готовиться к 35? Я не говорю, к чему готовиться, я говорю, что 30 выдержать будет крайне сложно. Следующий возможный вопрос, который должен возникнуть, это, конечно, вот эти 35-70 миллиардов гривен, которые вы выводили на экран, недополучение в бюджет. Дефицит бюджета, оговоренный параметр со всеми международными финансовыми институциями и приняты проголосованные Верховной Радой Украины на этот год 3% ВВП. Если даже верить в 35 миллиардов долларов и гривен, нас это автоматически отбрасывает в дефицит 4,7% ВВП. Здесь становится под колоссальный вопрос возможность сотрудничества с МВФ и международными финансовыми институциями, плюс возникает серьезнейший вопрос, связанный с тем, как он будет фондироваться. И здесь я вижу колоссальную опасность, связанную с тем, что, возможно, монетизация вот этого дополнительного дефицита. Монетизация это раскрутка инфляции. Хорошо, Олег, хорошо, мы понимаем, риски есть, да? Цена есть, она высокая. Украина может это все осилить? Украина может это осилить в одном случае. Если вдруг по мгновению волшебной палочки или по политической воле мы начнем проводить не просто быстрые реформы, а стремительные реформы. Стремительные реформы, которые обеспечат быстрый и даже опережающий экономический рост не на уровне трех, а скажем, вот ответ. И если это невозможно сделать в силу политического ландшафта, в силу каких-то распри, которые раздирают фрагментированную Верховную Раду, в силу целого большого такого социального давления, которое возникает напряжение в обществе, то это означает, что фактически мы начали падение в пропасть. Но мы поняли. Спасибо.